Здравствуйте, уважаемые зрители живого телевидения! Сегодня, 27 марта, возобновляем наш перекидной календарь. Я, Эдуард Шульман, возвращаю вас на месяц назад в февральский свой хронотоп. Для начала несколько текстов с переходящей датой. В 1834 году, 27 января, по старому стилю, 8 февраля, по-новому, родился Дмитрий Иванович Менделеев. Он был, как известно, великий химик, а сверх того и философ. Выпустил книжку «Заветные мысли». Там говорилось, что есть два непримиримых учения – идеализм и материализм. Оба, как горные пики, и уводят нас на немыслимые вершины, под самые облака, отрывая от земной почвы. «Мы же, Россия, – полагал Менделеев, – страна плоская, сплошная равнина. Нам надо бы насочетать возвышенные теории с оглядкой на собственные просторы, применительно к нашей истории и географии, чтобы крайности поглощались бескрайностью». Иными словами, выводил Менделеев руководствоваться должно реалистическими соображениями. Как оно получилось на практике, рассказывает моя тётушка. Она казачка. И в процессе цветной войны между красными, белыми и зелёными проживала с родителями в области войска Донского, в станице такой-то, где брат её – реалист, заканчивал реальное училище. Не гимназию с древними и новыми языками, откуда прямая дорога в университет, и не ремесленную школу, что давало профессию и навыки работать руками. Реальное образование было техническое. Химия, физика, математика и прочие естественные науки отчасти прикладного значения, почему реалисты, как правило, становились впоследствии инженерами. И тётушкин брат, наш по идее дядюшка, наметился не иначе в какой-нибудь мукомольный институт строить зернохранилища, мелькомбинаты, элеваторы. А в процессе цветной войны решил посмотреть, как красные занимают станицу. Находясь во младенчестве, тётка не помнит, остерегал ли кто любознательного братишку, просила ли мать «не ходи», повиснувши на сыновних плечах, или отец старый вояка пробурчал, отворачиваясь, чего, дескать, ты не видел. Напяливший чёрные штаны с красным кантом, неформенка ли родимого училища, а то и казачьи чичкиры с лампасами, дядюшка-реалист вышел на улицу нежный и румяный, как девушка. Глаголу «рубить» уделяет словарь два столбца с половиную, но близлежащее «резать» не умещается в тех пределах. Рубить дрова, в смысле колоть, рубить капусту, в смысле крошить, изба рубленая, как бифштекс и котлеты, как рубка на корабле. Рубль, рубеж, рубаха, рубильник. Эскадрон разворачивался, поёт словарь. Впереди шли опытные рубаки с тяжёлой рукой. И дальше, на том же примере, разъясняется, бывали такие удары, что вражеский конь уносил на себе одну нижнюю половину хозяйского туловища. Но это, если противник в седле, а когда стоячком